История, о которой мы сегодня поговорим, одна из самых необычных на канале. По мере погружения в эту историю возникает много вопросов, главный из которых – зачем? Однако постепенно на все возникшие вопросы вы получите ответы. История начинается в маленьком городке Калуватукал. Это в Индии, на юге страны. Хотя, наверное, правильнее называть Калуватукал не городком, а деревней. Ведь несмотря на население более 20 тысяч человек, во всех источниках информации он называется именно деревней. Так вот, 5 января 2021 года было вполне обычным днём для 55-летнего жителя деревни мужчины по имени Сударшан Пилай. День начался с похода в храм на утреннюю молитву. Затем он вернулся домой и сделал себе чашечку чая. Мужчина спокойно пил чай на кухне своего дома. В этот момент рутинное утро потрясло нечто неожиданное. В дом с громкими криками вбежала дочь мужчины, 20-летняя женщина по имени Решма Варма. Она звала своих отца, уже упомянутого Сударшана, и мужа, мужчину по имени Вишну Варма. Оба мужчины поспешили на крики Решмы, и когда они обнаружили её, то с удивлением увидели, что на руках Решма держит новорождённого ребёнка. Сама Решма выглядела очень взволнованной. Это неудивительно. Хоть ребёнок и казался внешне здоровым, но он явно появился на свет недавно, ведь у него даже не была перерезана пуповина. По словам Решмы, этим утром она занималась делами на улице, как вдруг внезапно она услышала детский плач. Пойдя на звуки плача, она обнаружила этого новорождённого ребёнка на земле в куче листьев. Слухи о найденном ребёнке мгновенно разлетелись по деревне. Люди вокруг гадали, кто является матерью ребёнка, кто вот так мог бросить его. А разгадать эту тайну было очень непросто, ведь ни одна из женщин в округе не была беременна. Примерно через 30 минут после того, как был обнаружен ребёнок, прибыла скорая. Ребёнка забрали в местную больницу, но как оказалось, ему нужна была серьёзная медицинская помощь, которую врачи в деревне ему оказать не могли. Поэтому в этот же день ребёнок был переправлен в главный город штата Тхируван-Тхапурам. А тем временем в деревню прибыла группа полицейских с поисковыми собаками. Цель была обследовать то место, на котором был найден ребёнок. Найти какие-то следы или другие улики, чтобы в конечном итоге выйти на его мать. Но, к сожалению, ничего, что привело бы полицейских к матери ребёнка, найдено не было. Помимо полицейских, в деревню также прибыло огромное количество журналистов. Пока в деревне шло расследование, в столице штата медики боролись за жизнь новорождённого ребёнка. Однако, к сожалению, к вечеру, 6 января, ребёнок умер в больнице. Основная причина была в том, что он провёл какое-то время в сухой листве. Куски листьев попали в его дыхательные пути, в его трахею. Уличные листья вызвали там инфекцию, а она, в свою очередь, сердечную недостаточность, от которой и погиб ребёнок. В деревне, в которой был найден ребёнок, со скорбью приняли его смерть. При этом казалось, что особенно тяжело новость о кончине ребёнка приняла женщина, нашедшая его, Решма Варма. Это неудивительно, ведь она сама на тот момент была матерью 4-летней дочери. В результате смерти ребёнка, поиски его родителей на этом этапе превратились в расследование полноценного убийства. В деревню, в которой был найден ребёнок и ближайшие с ней деревни, были направлены полицейские, представители Министерства здравоохранения и просто активисты. Они опрашивали недавно родивших женщин. Полицейские также работали с роддомами в этом районе, изучали записи с видеокамер и предпринимали другие шаги для того, чтобы установить родителей умершего ребёнка. Так удалось сузить круг подозреваемых женщин, но всё равно определить, кто из них конкретно был матерью ребёнка, было невозможно. Тогда было принято решение взять образец ДНК у каждой из подозреваемых, чтобы сравнить его с ДНК погибшего ребёнка. Таких образцов в итоге оказалось несколько десятков. Это был довольно долгий процесс. Вдобавок к тому, что самих образцов было много, на сроки проведения исследований повлияла коронавирусная пандемия. К счастью для полицейских, настоящая мать ребёнка всё же оказалась в кругу тех женщин, у которых были взяты образцы. Но для того, чтобы определить её, понадобилось более пяти месяцев. И то, кем она оказалась, перевернуло это дело с ног на голову. 22 июня 2021 года мать ребёнка была арестована. Ей оказалась Решма Варма. Та самая женщина, которая обнаружила ребёнка. Да, получается, что женщина, которую считали героем, оказалась волком в овечьей шкуре. Тест ДНК показал, что она и её муж Вишну являются биологическими родителями погибшего ребёнка. Но только нюанс этого дела был в том, что муж Решмы не имел ни малейшего понятия о её беременности. Как это возможно? Что ж, это действительно звучит удивительно, но Решме каким-то образом действительно удавалось скрывать беременность от всех окружающих, даже от собственного мужа. Во многом, в этом помогало ей то, что, как правило, женщины в Индии носят широкие платья или сарафаны, которые весьма успешно могли скрывать растущий живот женщины. Что касается мужа Решмы, то он часто уезжал из деревни работать в другую местность. Поэтому бывало такое, что он месяцами не находился дома. Возможно, этим частично можно объяснить то, как Решме удавалось скрывать беременность от него. Но всё равно, все в округе, а особенно родные Решмы, были шокированы той новостью, что она была беременна. Ведь за те 9 месяцев, что Решма вынашивала ребёнка, она не подавала никаких признаков беременности, каких-то странных предпочтений в еде или признаков усталости. В тот же роковой день, 5 января 2021 года, Решма ощутила, что время родов пришло. Она самостоятельно родила ребёнка в туалете, который был отдельной постройкой от дома. Затем сделала вид, что нашла его. Что было дальше, мы уже знаем. Что ж, на этом этапе возникал один вопрос. Почему Решма так поступила? Почему скрывала свою беременность? Почему позволила ребёнку умереть? Это особенно не укладывалось в голове, если учесть, что семьи Решмы и её мужа Вишну были уважаемыми, обеспеченными по меркам той деревни, в которой они проживали. Отношения Решмы с её мужем, Вишну, начались довольно давно, когда им обоим было по 17 лет. Через полгода после начала отношений, Вишну пришёл в дом Решмы просить у отца её руки. Они получили благословение родителей и вскоре сыграли свадьбу. Через несколько месяцев у пары родилась дочь, и брак пары был вполне благополучным. Не было какого-то логичного объяснения тому, почему Решма приняла решение скрыть от мужа беременность. В попытках расследовать эту загадку, полицейские опрашивали родных и знакомых Решмы. Среди таких людей были в том числе две женщины. Первая – жена брата мужа Решмы, женщина по имени Ария, и вторая – племянница Арии, Гришма. Обе женщины, Ария и Гришма, были очень близки с арестованной Решмой, поэтому логично было предположить, что они могли сказать что-то новое о её странном поступке. Ария и Гришма были вызваны в полицейский участок для допроса, а далее в этом деле начали происходить ещё более странные, чем до этого вещи. 24 июня 2021 года Ария и Гришма должны были прийти в полицейскую участок. Однако по непонятным причинам они этого не сделали. Тогда полицейские поехали домой к этим женщинам, но там их не оказалось, а родные понятия не имели, куда пропали Ария и Гришма. Со слов родных, обе женщины вместе покинули дом утром, сказав, что пойдут в полицейский участок. Но как мы знаем, до полицейского участка они так и не дошли. Используя вышки сотовой связи, полицейские смогли отследить шаги пропавших женщин в тот день. Так, в частности, последние данные указывали на то, что Ария и Гришма были недалеко от берега реки Итикара, примерно в 15 километрах от их дома. Также полицейские обнаружили запись с дорожной камеры, на которой Ария и Гришма шли вдоль дороги, недалеко от уже упомянутой ранее реки Итикара. К этому времени полицейские обнаружили, что перед пропажей Ария оставила в доме письмо. В нем, помимо прочего, было написано. «Я никогда не хотела никого обманывать. Я не понимала, какой нечестной может быть Решма. Я просто хотела, чтобы их жизнь с мужем стала лучше. Пожалуйста, позаботьтесь о моем сыне. Я еще не закончила наслаждаться своей жизнью, но я не могу вынести то, что могу быть арестована по делу о смерти ребенка. Пожалуйста, простите меня». Это письмо выглядело как настоящая предсмертная записка, поэтому полицейские ожидали худшего. В результате этого водолазы обыскали дно реки, и 25 июня, на следующий после пропажи женщин день, их тела были найдены на дне реки Итикара. Таким образом, на данном этапе складывалась такая картина. Обе погибшие, Ария и Гришма, были очень близки с арестованной Решмой. Вероятно, они были единственными, кто все-таки знал о том, что Решма беременна. Но они не представляли, к чему это все приведет. Они хранили ее секрет. Но когда в конечном итоге по вине Решмы ребенок погиб, а Решма была арестована, обе женщины опасались, что их тоже арестуют, поэтому покончили с собой. Таким образом, это дело включало в себя уже три смерти. Смерть новорожденного ребенка и смерти Арии и Гришмы. И от этого дело становилось только более и более загадочным. Вероятно, поняв, насколько все далеко зашло, арестованная Решма начала идти на контакт с полицией. Она начала проливать свет на мотивы, по которым она скрывала беременность. Родные Решмы замечали, что она очень много времени проводила за своим телефоном. И как оказалось, неспроста, Решма очень активно пользовалась фейсбуком. Так, например, в начале 2020 года Решма познакомилась на фейсбуке с парнем по имени Ананду. Поначалу это было обычное, невинное общение, но вскоре это переросло в нечто большее. По ходу общения Решма начала понемногу влюбляться в своего нового знакомого Ананду. Это опять же было удивительно, если учесть, что у Решмы были хорошие отношения с мужем, с которым они растили маленькую дочь. Муж, конечно, часто бывал в отъездах из-за работы, но тем не менее, все считали Решму хорошей женой. То, что она завела такой своеобразный онлайн-роман, удивило многих ее знакомых, но тем не менее, это было так. Новый возлюбленный Решмы, Ананду, ответил ей взаимностью. Он предложил Решме встретиться в соседнем с ее деревней городке под названием Варкала. Решма согласилась, однако о ее планируемой поездке в Варкалу узнал ее муж, Вишну. Он также узнал о том, что Решма общается с неким Ананду. У пары произошла крупная ссора в этот день. В ее результате Решма пообещала прекратить общение с Ананду, а Вишну ради их маленькой дочери простил жене эту виртуальную измену. В итоге Решма осталась в деревне с мужем, однако она солгала ему. Решма купила второй телефон, который теперь она прятала от мужа. С помощью этого телефона она продолжила общаться с Ананду. Вскоре Решма начала думать о том, чтобы сбежать из деревни к Ананду. В ходе расследования полицейские обнаружили более тысячи сообщений в переписке Решмы и Ананду. Они действительно планировали совместное будущее, однако в их планы вмешалось то, что Решма забеременела от мужа. Она подумала, что Ананду вряд ли будет рад ее беременности, поэтому не написала ему ни слова об этом. Боясь, что Ананду как-то узнает о беременности, Решма скрыла ее и от всех остальных. В этом и был мотив ее странного поступка. Решма не хотела, чтобы парень, в которого она теперь была влюблена, Ананду, узнал, что она, Решма, беременна от другого, в данном случае от своего же мужа. Несмотря на то, что виновник смерти ребенка Решма уже была арестована, полицейские все равно стремились опросить ее возлюбленного, ради которого она и пошла на эту жертву, Ананду. Однако найти его оказалось непросто. Как оказалось, Решма ни разу не разговаривала с Ананду по телефону, они только обменивались текстовыми сообщениями. Более того, в профиле Ананду на фейсбуке не было ни одной фотографии. А Решма также призналась, что ни разу не видела его фото. Казалось, что установить личность Ананду будет невозможно, но это было не так. В ходе расследования полицейские нашли, кому принадлежал его аккаунт. Его создали Ария и Гришма, две женщины, которые покончили с собой в ходе этой истории. Как полицейские узнали о том, что за созданием аккаунта Ананду стоят Ария и Гришма, перед смертью женщины сами признались родным в этом. С их слов, они сделали это, чтобы проверить, насколько Решма верна мужу, пока тот был в отъезде. Эта информация сложила пазл воедино. Хоть ребенок и погиб во многом по вине Решмы, но Ария и Гришма, вероятно, тоже ощущали в этом свою вину. Вину в том, что они также косвенно причастны к его смерти. Вероятно, именно по этой причине они и покончили с собой. Это все началось вроде бы как невинный розыгрыш, сложно было даже предположить, к какому итогу это приведет. Созданный фейковый аккаунт Арией и Гришмой привел к смерти троих людей, их самих и новорожденного ребенка. Теперь картина ясна. Что касается арестованной Решмы, то на данный момент ей не вынесен окончательный приговор. Она до сих пор ожидает суда в тюрьме.